Всем привет, дорогие друзья! И сегодня в Майнкрафте у нас довольно милая модификация под названием JJ Races. Эта модификация позволит нам сменить расу нашего игрока, того персонажа, за которого мы играем. Не зря я начал запись именно вот с такого вида. Это наш обычный внешний вид. Но с помощью вот этих двух предметов, зеркало и расческа, мы можем поменять его внешний вид и расу. Расу мы меняем с помощью зеркала плюс внешний вид. Расческа помогает менять только внешний вид. Собственно, правой клавишей вызывается у нас функциональное меню по смену пола. Аксессуары расы недоступны в меню расчески. Доспехи, волосы, борода. Это у нас кожа, внешний вид, доспехи или что-то вроде этого. Ну и вид от первого лица. Не знаю, зачем это здесь, потому что в Майнкрафте мы, как правило, всегда от первого лица работаем. Вот. Закрываем это меню, сохраняем все предметы одноразовые. Ну то есть вот эти два предмета, они одноразовые. И теперь самое вкусное, открываем зеркало и здесь уже у нас появляются расы с описанием, как в РПГ. Плюс мы можем запустить демонстрацию нашего персонажа, чтобы видеть его сбоку, со спины, с лица. Итак, давайте посмотрим на расы. Они довольно простые и общеизвестные. Дворфы, вот, похоже на человека, но маленькие по размеру. Описание читать не будем, чтобы не затягивать хронометраж. Посмотрим просто, ну, зрительно, как это у нас происходит. Эльфы, ну, тут у нас добавляются просто уши. Раса кул, раса с рогами. Дорогами, вот. Самая сильная раса из всех, как здесь написано. Но не знаю, чем она сильна. Насколько я знаю, никаких особых плюшек от расы нет. Просто вот зрительная модификация. Раса орки, раса грели. Это гремлины, гоблины, вот что-то вроде этого. И винска, также называемый твердый череп. У этой расы выступающие костные наросты. Назовем это так. Ну, и давайте попробуем сделать, ну, допустим, эльфа. Мы поменяем ему пол. Был М, стал Ф. И у нашего Майнкрафт-существа немножечко изменяется вот грудная клетка, да. Причем мы можем поменять, сделать ее больше. Ну, короче, поменять форму этого грудного нароста. Грудь в простонародье, да. Давайте оставим вот такую. Аксессуары расы. Давайте посмотрим, что здесь есть. Это мы меняем уши. То есть аксессуары расы эльфов. Это у нас, конечно же, ушки. И их мы, ну, размещаем на своем черепе так, как нам удобно. Плюс можем поменять цветовую палитру. Не особо видно, но да ладно. Волосы. Волосы. Позиция волос. Не знаю, почему-то она не меняется. Абсолютно никаким, никоим образом, да. Но, так, вот, кстати, что-то произошло. Что-то изменилось. А, появилась челочка. Челочка может быть вот такой. О, давайте расставим вот такую. Ну и теперь, да, вот теперь волосы изменяются. То есть родные волосы персонажа не меняются. Но если поменять волосы именно расы, то изменения будут видны. Борода. Борода не имеется у эльфов. Именно поэтому, скорее всего, ее нельзя использовать. Ну и кожа. Тут вот как раз таки меняется внешний вид персонажа. Довольно-таки кардинально. То есть у нас может быть эльф в доспехах. Темный эльф, да. Насколько я понимаю, какой-то болотный эльф. Я не понимаю, зачем это введено. Ну, разные конфигурации эльфов. Ну, тоже забавно. Ну, то же самое, кстати, со всеми другими расами. То есть тут не обозначено, что это только у эльфов. Вот. Вот таким вот образом у нас все отменяется. Сохраняем. Зеркало пропадает. И отныне наш персонаж выглядит вот так вот. Вот. Но рука, конечно, у него остается такой же. Несмотря на то, что я якобы в доспехе. Вот. Ну, и с помощью расчески мы можем подкорректировать свою внешность. Если мы что-то забыли сделать в зеркале, сохраняем. Расческа также попадает. И мы начинаем свое путешествие по этому миру. Модификация подойдет всем тем, кто любит создавать карты в какой-то определенной стилистике. Да. И она помогает поддерживать атмосферу. Допустим, если вы создали властелин колец карту. И вам не хватало расового разнообразия. Пожалуйста, скачиваем модификацию по ссылочке в описании. И создаем именно то, что вы хотели. А на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Жмакайте на колокольчики. Ставьте лайки. И, конечно же, пишите свои комментарии, дорогие друзья. Я на этом прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока.